Всем привет! Меня зовут Римма и сегодня я покажу как сплести такое колечко из бисера с ромашками и колечко из бисера с одной ромашкой. Для плетения кольца из бисера я буду использовать бисер трех цветов. Белого, желтого и черного. Также леска диаметр 0,22 мм. Отрезаем 60 см лески. Набираем на один конец лески 5 бисеринок и опускаем вниз. Затем набираем на один конец лески одну черную бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест. И затягиваем на середине лески. Теперь на один конец лески набираем одну желтую бисеринку и вторым концом продеваем в эту же бисеринку крест-накрест. И затягиваем. Данная бисеринка должна располагаться над черной бисеринкой. И теперь правым концом лески продеваем в черную бисеринку справа налево. И точно так же левым концом продеваем в эту же бисеринку слева направо, либо снизу вверх, как в моем случае. И затягиваем. На один конец лески набираем одну белую бисеринку и вторым концом продеваем в эту же бисеринку крест-накрест. И затягиваем. При необходимости бисеринку выравниваем так, чтобы она находилась над предыдущей бисеринкой. Снова набираем одну белую бисеринку на один конец лески и вторым продеваем в эту же бисеринку крест-накрест. длину между ромашками вы можете регулировать сами просто добавив больше либо меньшее количество бисеринок между ними и я добавлю еще раз снова одна бисеринка и этим же бисеринку и затягиваем теперь на один конец лески 1 черная бисеринка и вторым концом продеваем в эту же бисеринку крест на крест и затягиваем на каждый конец лески набираем по 2 бисеринки черного цвета опускаем вниз на один конец лески набираем одну желтую бисеринку и вторым концом продеваем в эту же бисеринку снизу вверх и тянем вниз разделяем нити на правую и левую сторону теперь правым концом лески продеваем снизу вверх в две черные бисеринки и точно так же левым концом продеваем снизу вверх в две черные бисеринки чуть тянем вверх каждую каждый конец лески и получается полу ромашка теперь на один конец лески набираем одну черную бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест на крест и затягиваем и затягиваем и у нас получается ромашка такая замечательная ромашка теперь снова набираем три раза подряд по одной бисеринке продеваем крест на крест и затягиваем три белые бисеринки добавили теперь будем добавлять ромашку сначала набираем одну черную бисеринку продеваем крест на крест затягиваем теперь на каждый конец лески набираем по две бисеринки черного цвета и опускаем на один конец лески набираем одну желтую бисеринку и продеваем вторым концом снизу вверх в эту же бисеринку и опускаем вниз разделяем ниточки затем правым концом продеваем в две черные бисеринки снизу вверх а затем левым концом на левой стороне в две черные бисеринки тоже снизу вверх и затягиваем на один конец лески набираем одну черную бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест на крест и затягиваем и у нас получается еще одна ромашка затем снова добавляем три черные бисеринки и так плетем до до необходимой длины колечко и теперь нам осталось всего лишь закрепить колечко самом конце добавляем три бисеринки по одной в ряд и где у нас самая первая ромашка правым концом лески продеваем в черную бисеринку справа на лево и соответственно левым концом слева направо в эту же бисеринку и затягиваем и для того чтобы завязать я продену один конец лески в две черные бисеринки затем одна черная бисеринка две здесь мои концы нити встретятся и там я завяжу на три узелка и вот Продолжение следует... Продолжение следует... Как идея, вы можете, например, вместо 5-6-10 ромашек на одном колечке, вы можете сделать всего лишь с одной. И сейчас я покажу, как это сделать. Для этого отрезаем 50-60 см лески и начинать мы будем точно так же, как при плетении данного колечка. Набираем 5 бисеринок, черного цвета, белого, красного, не важно. Опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем 1 бисеринку и вторым продеваем в эту же бисеринку. Складываем концы и на середине лески затягиваем. Затем на один конец лески набираем 1 бисеринку желтого цвета и вторым продеваем крест-накрест в эту бисеринку. Затягиваем. Теперь правым концом продеваем черную бисеринку, которая находится параллельно с желтой. Справа налево и левым концом, соответственно, слева направо. И затягиваем. Получаем ромашку. Теперь на один конец лески набираем 1 белую бисеринку и вторым продеваем в эту белую бисеринку крест-накрест и затягиваем. Выравниваем, чтобы белая бисеринка находилась над черной. Снова правым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И еще один вариант колечка из бисера с ромашкой готов. Закрепляем основание кольца и ромашку точно так же, как делали в предыдущем варианте. Всем спасибо за просмотр! Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.